Перед осенним пиком активности клещей в Гродно начали обрабатывать лесопарковые зоны отдыха. С начала лета это уже второй этап борьбы с кровососущим паразитом. На протяжении недели специалисты распылялись в специальный состав вдоль дорог, тропинок, велодорожек, спортивных площадок, а также тех мест, которые активно используют для прогулок. Первыми в списке были самые популярные сегодня места для отдыха горожан. Это тропа здоровья в урочище Пышке, территория озера Юбилейное, сквер в микрорайоне Фольж и урочище Лососно. К концу недели специалисты приступили к обработке территории лесопарка Румлёва, урочище Форд по улице Кобяка, лесного массива Томина Славинского, зоны отдыха в микрорайоне Ольшанка. В планах захватить и другие популярные у горожан места отдыха. Из-за погодных условий не смогли обработать парк Жильбера, и мы его перенесем, эту обработку, на понедельник. Если, опять же, будут хорошие, благоприятные погодные условия. Мы проводим обработки акарицидным средством Циперметрин-250. Данный препарат разрешен к применению. Он сертифицирован, имеет удоставление государственной генической регистрации. И показан к применению. После обработки не рекомендовано посещение территории в течение трех суток. Всего в этом году в Гродно было зарегистрировано 964 обращения по поводу укусов клещей. Статистика по району выше – 1596. Специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии отмечают тенденцию роста количества случаев, произошедших на территории частных домов и дачных участков. Обработку там необходимо проводить регулярно, либо самостоятельно, либо можно обратиться за помощью в этом вопросе в зональный центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты выйдут и обработают территорию. Услуга платная. В любом случае, каждый раз, отправляясь на прогулку в лесные массивы или в парк, выбирайте одежду светлых тонов и используйте головные уборы. А вернувшись домой, осмотрите себя и своих домашних. При встрече с паразитом, напоминают специалисты, его можно аккуратно снять самостоятельно или обратиться в ближайшую поликлинику, где врач назначит наблюдение и профилактическое лечение.